Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Третьей книге Царства. И сегодня мы будем читать 12 главу этой книги. И пошел Рваам, это сын Соломона, который умер, внук Давида, в Сихем, ибо в Сихем пришли все израилетяне, чтобы воцарить его. И услышал о том Иерваам, тот самый Иерваам, который уже был помазан пророком на часть еврейского народа, который будет называться Израилем. И услышал о том Иерваам, сын Наватов, когда находился еще в Египте, куда убежала царя Соломона, и возвратился Иерваам из Египта. И послали за ним и призвали его. Тогда Иерваам и все собрание израилетян пришли и говорили царю Рвааму и сказали, «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». Действительно, были грандиозные постройки не только Иерусалимского храма, который строился с религиозным энтузиазмом. Строились города-крепости на границах с пилистемлянами, с Египтом, с Месопотамией. И строился царский дом. И, конечно, налоги были очень тяжелые. Иерваам, этот человек, знал тяжесть налогов, потому что он был поставлен Соломоном для того, чтобы собирать налоги с колена Иосифа. И вот Иервааму дают совет, мудрый совет. Ты восходишь на престол, сделай какой-то жест навстречу народу. И сказал он им, «Пойдите и через три дня опять придите ко мне». И пошел народ. «Царь Раваам советовался со старцами, которые предстояли перед Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил, как посоветуете вы мне отвечать всему народу?» Имеется в виду старцы, это мудрецы, которые предстояли в совете Соломона. Скорее всего, это члены Сангидрина, Синедриона, еврейского суда, мудрые люди, которые знали закон и знали свой народ. «Они говорили ему и сказали, если ты на сей день будешь слугою народу сему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Они дают мудрый совет, что надо ослабить подати, оброк и так далее. «Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним, и которые предстояли пред ним». То есть были такие же неопытные, как и он сам, и которые нуждались сами еще в советах. «И сказал им, что вы посоветуете мне отвечать народу сему, который говорил мне и сказал, облегчи иго, который наложил на нас отец твой». И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали, так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал, «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас, так скажи им, мой мизинец толще чресел отца моего». Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. «Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Скорпионы – это такие плети, на конце которых были металлические крюки. И когда человека били такими плетьми, с металлическими скорпионами, то выдиралась и плоть. «Когда царь, правитель, окружает себя молодыми людьми, сам он при этом может быть в возрасте, это пустой правитель, бессмысленный царь. Тот, кто советуется с молодыми, делает ставку на молодых, окружает себя молодыми и не прислушивается к старцам, это человек, лишенный разума». И Раваам, и весь народ пришли к Равааму на третий день, как приказал царь. Тут уже раскол неизбежен. «Сказав, придите ко мне на третий день». И отвечал царь народу сурово «И пренебрег совет старцев». И вот это раскололо народ Божий. Те, которые пренебрегают советы старцев, та земля гибнет, что они советовали ему. Пренебрег совет старцев. «И говорил он по совету молодых людей и сказал, отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, я буду наказывать вас скорпионами». Посмотрим, какое есть объяснение. Василий Кисарийский, Василий Великий в трактате о смирении пишет. «Таков был тот безумец, сын Соломонов, юный возрастом и еще более юный умом, который народу, просившему снисходительного правления, угрожал еще более жестоким и за эту угрозу лишился царства. Через что надеялся показать себя полновластным, через то потерял и то достоинство, какое имел. Человек, человека делает дерзким и сила рук, и скорость ног, и благообразие тела, хотя все это истребляет болезнь, истощает время. И он не замечает, что всякая плоть, трава и всякая слава человека, как цветок полевой. Засохла трава, и цветок опал». Василий Великий называет безумцем Рваама, который советуется с молодыми людьми и не прислушивается, не входит в советы старцев. 16 стих. «И увидели все израильтяне, что царь не послушал их, и отвечал народ царю и сказал, какая нам честь в Давиде, нет нам доли в сыне Иесеевом, по шатрам своим, Израиль, теперь знай свой дом, Давид». Все, мы расходимся по своим шатрам, а дом Давида пусть знают. из какого шатра они вылезли, туда пусть вернутся. Происходит настоящий мятеж. «И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его Господне, который изрек Господь через Ахию, Силамлянина, и Рвааму, сыну Наватову». Давайте посмотрим, какое здесь нам предлагается истолкование. Это блаженный Августин, трактат о благодати и свободе воли. Он пишет, «Как только не содрогнется при мысли о приговорах суда Бога, кто только не содрогнется, который Господь вершит их в сердцах даже злых людей по воле своей, воздавая каждому согласно его достоинству. Сын Соломона, Рваам, отверг здравый спасительный совет старцев, с которым те к нему обратились не обращаться со своим народом жестоко, но удовольствовался словами сверстников своих, каких-то теннеджеров. И он с угрозами обратился к тем, кому должен был говорить ласково, правитель должен любить свой народ, и как же иначе случилось это, если только не по собственной его воле, и вследствие этого десять колен Израиля отложились от него и взяли себе другого царя с тем, чтобы воля Господа, который был разгневан, совершилась, и ведь сам Господь предсказал грядущую беду, и о чем же ином говорит нам Писание, «И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, который изрек Господь через Ахию силамлянина и Равааму сыну Новатому, ибо все сие со всей очевидностью совершилось через волю человеческую, и все же во исполнение приговора суда Господа». Людям могло казаться, что это как бы они участвуют во всех этих интригах, как бы это их несогласие с царем, это собственное упрямство царя, но на самом деле у мира есть правитель, который может сдержать, умудрить человека, если человек достойно этого, а если нет, Господь ставит его на место. «И разошелся Израиль по шатрам своим, только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Раваам». Они еще называются сынами Израилевыми, дальше они будут называться Иудеями, а те, над которыми Иерваам, израильтянами. «И послал царь Раваам Адонирама, начальника над податью, но все израильтяне забросали его камнями, и он умер. Царь же Раваам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим, чтобы его самого не побили камнями. «И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня». То есть десять колен. До сего дня, это значит, эта книга была написана до Вавилонского пленения. Когда услышали все израильтяне, что Иерваам возвратился из Египта, то послали и призвали его в собрание, и воцарили его над всеми израильтянами, за домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. И половина колена Вениаминова. Ну и предание говорит, что колено Левина сохраняло верность. Они не могли не сохранять верность, потому что там был храм. Иерваам прибыв в Иерусалим собрал из всего дома Иудина и из колена Вениаминова 180 тысяч отборных воин, дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Иервааму, сыну Соломонову. То есть сам себе хочет вернуть царство. И было слово Божие к Самею, человеку Божию, и сказано скажи Равааму сыну Соломонову царю Иудейскому он уже не называется царем Израильским сыну Соломонову царю Иудейскому и всему дому Иудину и Вениаминову и прочему народу. Так говорит Господь не ходите и не начинайте войны с братьями вашими сынами Израильевами возвратитесь и каждый в дом свой ибо от меня это было и послушались они слова Господня и пошли назад по слову Господня. Это же один народ у них один язык у них одна религия ну да вот отделилась одна часть от другой что ж теперь на границах там бунтовать готовить политические перевороты заговоры нет Господь этого не одобряет потому что это недопустимо это дело дьявола сталкивать брата с брата и когда мы видим какой-то братоубийственный конфликт мы не вмешиваемся в него потому что если царство разделится само в себе оно не устоит и далее говорится и обстроил Иерваам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем оттуда пошел и построил Пенуил на этот стих есть истолкование это истолкование блаженного Иронима его гамилия на псалмы мы читали в книге царств что при Рвааме сыне Соломона и Рваам сын Наватов произвел разделение народа и увел десять колен в Самарию колено же Иуда и Вениамина остались под правлением Рваама также многие из колена Левия жившие в Иерусалиме как священники левиты как написано в книге Паралепаминон и также учатые древние предания возвратились в храм Божий то есть в Иерусалим таким образом в Иудее были три колена само Иудина царствующие колена Вениаминова пол колена Вениаминова а позже и Левитова впрочем Левиты они были рассеяны но большая часть собрались там из разных колен собравшиеся в храме жители Самарии имели царя из колена Ефремова как те кто царствовал в Иудее были из колена Иудина из дома Давидова так и те которые правили в Самарии были из колена Ефремова и цари их звалися Ефрем Блаженный Иероним как бы уточняет по поводу судьбы колена Левина что они точно остались с Господом и говорил Иерваам в сердце своем царство может опять перейти к дому Давидову любой человек который путем переворота приходит к власти чего он ожидает он ожидает переворота который свергнет его поэтому и говорил Иерваам сердце своем царство может опять перейти к дому Давидова если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем они должны три раза в год все ходить в Иерусалим то сердце народа сего обратится к государю своему к Равааму царю иудейскому и убьют они меня и возвратятся к Равааму царю иудейскому он испугался ему надо что-то делать очень напоминает ситуацию с Украиной они хотят срочно отделиться от нас и в религиозном смысле как Иерваам он срочно хочет отделиться и в религиозном смысле конечно это беда мы должны молиться о единстве русской украинской земли пусть Господь благословит три народа белорусские русские украинские вновь осознать братское единство друг к другу и никто не должен подбрасывать какие-то сучья в конфликт горящий между этими народами но вот путь Иерваам очевиден он решил создать альтернативный религиозный центр независимый от святого Иерусалима и посоветовавшись царь то есть Иерваам сделал двух золотых тельцов и сказал народу не нужно вам ходить в Иерусалим вот боги твои Израиль которые вывели тебя из земли египетской помните когда мы вышли из Советского Союза не прошли мы еще пустыню чтобы дойти до православного ханаана Святой Руси как нам подсунули культ золотого тельца обогащения вот главная религия а какой там Иерусалим какой Почаев какая там Троица Сергиевская Лавра какая там Обчина пустынь какой там Киево Печерский монастырь для людей мирских это все какие-то разменные понятия и вот Иерва действует очень надменно по совету злых людей и заявляют что вот эти боги вывели из Египта если тогда Арон сделал одного золотого тельца здесь двух сделали золотых тельцов посмотрим какой комментарий есть на эти слова это двадцать восьмой стих здесь блаженный Августин это его бессмертное творение о Граде Божьем он пишет воистину царь Израиля Иерва настолько потерял рассудок что не верил в Бога который доказал истинность своего обетования дав ему царство и в самом деле он боялся что если он войдет в храм Божий в Иерусалиме в который согласно установлению закона Божьего всем без исключения евреям было предписано приходить для совершения жертвоприношения особенно кстати мужскому полу то как бы подданные его не увидели в том соблазна отложиться от него и восстановить правление выходца из царского рода Давида и тогда он учредил идолослужение в царстве своем и с вызывающим вероломством преданный Господу народ Божий обманом привел к почитанию идолов и все и все и все Господь не оставил ни самого этого царя ни его преемников и нечестивых подражателей ни сам народ обличая их через пророков не случайно именно в Израиле явились и прославились великие пророки и чудотворцы Илья и его ученик Елисей Казалось бы если Израиль отделился от Иерусалима отделились от Святой Горы где только и можно было в храме приносить жертвы все нет пророки будут именно среди Израиля и без храма и без Иерусалима в основном служение пророка Ильи огненного пророка который живьем будет взят на небо на колеснице его ученика Елисея их служение будет протекать среди вот этих отступников потому что Бог своим глазом не оставляет оступившихся допустивших ошибки заблуждений или даже явное вероломство если они когда-то принадлежали к народу Божию и так были сделаны два золотых тельца 29 стих и поставил одного в Ефилии а другого в Дани и повело это ко греху ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан а почему такая оговорка даже в Дан это Ремес намек Дан это колено из которого выйдет Антихрист то есть идолопоклонство приводит к дьяволу поклонению и оставили храм Господен и построил он капище на высоте и поставил из народа священников которые не были из сынов левитиных не каноническое священство оно было поставлено во главе всех этих капищ и установил Иераваам праздник восьмой месяц пятнадцатый день месяца подобный тому празднику какой был в Иудее и приносил жертвы на жертвенники тоже сделал он в Вифили чтобы приносить жертву тельцам которых сделал и поставил в Вифили священника в высот который устроил и принес жертвы на жертвенники которые он сделал в Вифили в пятнадцатый день восьмого месяца месяца который он произвольно назначил то есть несмотря на устав который существовал и установил праздник для сынов Израилевых и подошел к жертвеннику чтобы совершить курение так оканчивается двенадцатая глава далее тринадцатая глава рассказывается что же произошло когда Ираваам подошел к жертвеннику как как совершается божье чудо которое все-таки заставило задуматься и всех израилетян и этого главу Израиля самого Ираваама жизнь которого чуть не прервалась чудесным образом но об этом в следующий раз если будем живы и Господь позволит